Здание Государственной филармонии Карачаева Черкесской Республики пройдет серьезную реконструкцию. Эту информацию глава региона Рашид Тимрезов озвучил во время своего доклада послания Народному собранию Карачаева Черкесии. В своем выступлении Рашид Тимрезов подчеркнул, что создание современных объектов культуры является основополагающим направлением работы в развитии региона. Также на протяжении последних лет Карачаева Черкесия активно участвует в реализации мероприятий по строительству и реконструкции сельских домов культуры. В 2018 году начато строительство еще шести, плюс реконструкция трех домов культуры в аулах Кубина, Адильхалк, Станицы Старожевой. В 2019 году в рамках регионального проекта «Культурная среда» планируется строительство семи и реконструкция еще двух ДК. С целью стимуляции деятельности учреждений культуры клубного типа, совершенствования качества культурного обслуживания населения, повышение престижа профессии работников культуры, глава региона поручил региональному министерству культуры организовать ежегодный конкурс на лучший сельский дом культуры, определив победителям стимулирующие надбавки. Более детально о строительстве и реконструкции сельских домов культуры нам расскажет Ахман Чочаев, заместитель начальника дирекции капитального строительства Карачаева Черкесии. На мероприятии культурного досуга, сельской местности, мы участвуем в двух программах. Это то, что касается устойчивого развития сельской территории. Там у нас четыре объекта. Это строительство дома культуры в Ауле Беслиней на 300 мест. Срок года переходящий будет в 2020 году. В 2019 мы начнем, а в 2020 видим его эксплуатацию. Реконструкция муниципального казенного учреждения Центра культуры и досуга Малокарачаевского муниципального района в Ауле Учкекен на 300 мест. Будут введены в эксплуатацию два дома культуры вновь построены. Это Станица Старожевая на 250 мест. Мы планируем где-то в июне месяца текущего года. И дом культуры в Ауле Адельхалк тоже на 250, тоже где-то в июне месяца этого года. По государственной программе развития культуры и туризма мы предполагаем реконструкцию здания дома культуры села Куржинова в Урубском районе. Этот объект двой, он будет завершен в 2019 году в декабре, он будет закончен. Строительство нового дома культуры в селе Шестливое, это Прикубанский муниципальный район. Строительство дома культуры в Ауле Каменномост. Это тоже новое строительство будет, тоже многофункциональный дом культуры, который может использоваться и как культурно-досуговое учреждение, и как спортивное учреждение. Строительство дома культуры в Ауле Эльбурган на 250 мест, тоже многофункциональный. И строительство дома культуры в Ауле Кайдан, Лузич Кутинского муниципального района, он тоже будет введен в эксплуатацию в текущем 2019 году. Вот из того, что вы услышали, вы видите, мы нигде не снижаем темпы участия. Карачаево-Черкесия очень достойно представлена на федеральном уровне. Во многом благодаря той активной работе, которую проводит глава с органами федеральной исполнительной власти. Его личные встречи нам, безусловно, помогают в решении наших вопросов. Я думаю, народ, ну просто, бывает в населенных пунктах, мы видим, как меняется настроение людей. Да, вот позапрошлом году, по-моему, мы построили в Хорзуке, и в одно время возник вопрос о консервации. Народ, ну вот они говорят, за столько лет впервые давайте. И когда был построен, мы увидели, ну просто одухотворенные лица людей, которые проходят в дом культуры. И очень приятно, когда в отдаленных уголках эти дома культуры строятся, строится газ, вода. Буквально недавно я был в селе Кайдан, собирались люди, ждут с воодушевлением. Продолжая тему благоустройства, Рашид Тимреза в своем докладе посла не затронул и тему водоснабжения республики. Ведь степень износа систем водоснабжения и водоотведения к настоящему времени в Карачаево-Черкесии достигла 70-80%, а в некоторых случаях и 100%. Глава республики отметил, что в целях повышения качества водоснабжения в республике продолжается большая работа. Напомним, в 2018 году в эксплуатацию было введено 11,5 километров водопроводов в 9 населенных пунктах. В текущем году в рамках действующих программ планируется строительство почти 9 километров разводящих сетей водопроводов в 10 населенных пунктах республики. Кроме того, начаты работы по модернизации систем водоснабжения в 4 районах республики. Кроме программы устойчивого развития сельских территорий, есть еще программа «Чистая вода», в которой активно участвует наше министерство строительства. Именно оно предусматривает наибольшее количество мероприятий по водоподготовке. По устойчивому развитию сельских территорий в основном предполагается замена разводящих или строительства локальных уличных сетей. У нас предусмотрено на 2019 год водоснабжение по улице Набережная, улице Чкатуева, улице Псыш. Это та проблемная микрорайон, который в 2018 году оставался без воды. Потом предусмотрено продолжение водоснабжения по улице Кирова, селе Спарта. Водоснабжение в селе Хасавад, Греческое, Зеленчукского района. Водопровод по улице Гусейного микрорайона, Римгора, село Джага. Это малокарачаевский муниципальный район. Водопровод по улице Гагарина, селе Торезе. Тоже малокарачаевский район. Водоснабжение в юго-восточной части Авола-Эркин-Юрт, Ногайский район. Водоснабжение по улице Балахуново-Эллюст-Старикова, поселок Кавказский. Это Прикубанский район у нас. Водоснабжение в станице Преградной. Район Хоторо-Теплый. Это Урупский район. И вот водоснабжение по улице Мамбетова-Комсомольская, в ауле Мало-Зеленчук-Хабецкий район. Опять-таки здесь соблюдены и принципы социальной, и территориальной справедливости. Я бы даже сказал, и национальной справедливости. Задействованы все районы. Кроме того, у нас есть поручение главы о том, что при выборе объектов на каждый год мы этот вопрос максимально согласовывали с местным населением, чтобы люди же знают, где самые болевые точки этого населенного пункта. В каждом этом населенном пункте эти вопросы прошли необходимые. И слушание, и согласование. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова